Слово действует по-разному. Иногда оно мягкое, как елей, ласкает, а иногда оно жесткое, режет. Иногда слово легко скользит, вылетает и нет его, а иногда придавливает, как камнем. Действие слова часто зависит от того, кто говорит. Одно дело, если говорит какой-то прохожий, скажем, дядя Вася с пятого подъезда, или другое дело, когда говорит мэр города, или господин президент. Да еще зависит от того, какой страны это президент. Или это президент Венесуэлы, или президент Америки, или России. Бог тоже говорит. И слово его имеет колоссальный вес. Оно действует. Как действует его слово? Давайте послушаем об этом из священного писания. Будем читать Слово Господне из послания апостола Павла к евреям, 4 глава, 12 стих. Послание Павла к евреям, 4 глава, 12 стих. Здесь записаны такие слова. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие живо и действенно, оно проникает, оно судит. Вообще мы много говорим. Сегодня уже отмечалось, что человек – это такое существо, которое очень много говорит. И это потребность каждого человека говорить. А зачем, собственно, мы говорим? Какой смысл в наших разговорах? Когда человек говорит слово, когда он что-то произносит, он фактически выражает себя. Пока человек молчит, мы не знаем его. Очень трудно составить впечатление о человеке по фотографии, по картине. Как правило, это очень обманчивые впечатления. А вот когда человек уста свои открывает и начинает говорить, вот тогда становится понятно, что это за человек. То есть слово есть способ самовыражения. Ну, не только самовыражение. Способ общения есть слово. То есть мы говорим, потому что мы нуждаемся в общении. Человек – это существо социальное. Человек не может жить в одиночку. Это для него абсолютно неестественно, ненормально. Человек предназначен для того, чтобы жить в обществе. Бог создал человека, и сразу в его плане было то, что будет группа людей. Появится соответствующий помощник, появятся еще люди. То есть человек нуждается в общении, и общается он разными, конечно, способами. Есть разные средства общения, но вербальное, через слово – это то общение, которое максимально необходимо человеку, и которое более всего выражает как раз вот эту цель общения. Человек получает удовлетворение от общения. Трудно объяснить, почему это происходит, как происходит. Психологи там строят разные теории. Ну, для нас это не важно. Важно, что слово звучит, и через слово происходит общение. Ну, и, конечно же, слово – это повеление. Часто слово звучит как приказ. Оно не просто иногда предназначено для общения, не просто выражает внутреннюю суть человека, а часто это приказ, особенно если это должностное лицо что-то говорит, приказывает. То есть слово выполняет очень многоразличную функцию, оно несет и информацию, ну и многое-многое другое делает слово. Это слово, которое звучит вот в нашей среде, в человеческом общении. Бог тоже говорит. Бог говорит разными способами. Бог говорит непосредственно, иногда Он говорит прямо, и как гром звучат Его слова. Редко, потому что слишком велика дистанция между Богом и человеком. Если Бог хочет что-то донести до человека, то необходима другая среда, необходим другой способ передачи божественных слов. И Бог говорит иногда, это действие Духа, когда человек вдруг чувствует внутри себя голос Божий. Иногда Бог говорит через обстоятельства, Бог говорит через окружающих людей, говорит через друзей наших, говорит через проповедь, говорит иногда в церкви, а иногда просто в трамвае можно, находясь там, услышать голос Божий. То есть Бог может по-разному говорить. Но особый способ изложения Божьего слова – это текст. Это текст Священного Писания, Библия. Это самый верный способ Богу достучаться до человека, сказать что-то человеку, потому что другие все средства часто могут быть искажены. И мы живем в таком мире, где информация постоянно искажается различными способами. То ли добавляется что-то к информации, то ли урезается что-то от информации, но слово искажается в этом мире. Текст – это тот способ передачи Божественного слова, который остается максимально точным. Поэтому Бог говорит различно и многообразно, но особым образом он говорит через свое слово, через Библию. И сегодня мы имеем такое благословение – особым образом вспоминать и праздновать Библию, вспоминать о истории Библии, говорить о значении этой великой книги. И мы прежде всего подчеркиваем, что эта книга отражает как раз Слово Божье. Оно является, эта книга является Словом Божьим. То есть Бог говорит через эту книгу. И для нас это великая ценность. При этом написано так, что Слово Божие, оно живо и действует. Здесь как раз апостол Павел подчеркивает вообще значение слова, но в первую очередь того слова, которое было записано, которое обличало тот народ израильский, о котором он здесь вспоминает, и то слово, которое дошло до нас в виде библейского текста. Вот эти 66 канонических книг, которые составляют Библию, которые признаются всеми христианскими конфессиями, деноминациями, группами. Заметьте, кстати, что христиане спорят по любому поводу. Нет ни одной доктрины, по которой бы не было спора в христианстве. То ли это касается троицы, сущности Бога, вечери Господней, крещения. Ну, что угодно возьмите, обязательно будут разные мнения. Единственное, о чем христиане не спорят, это Библия. 66 книг принимаются всеми безоговорочно. Каждый по-разному их понимает, толкует, но сам канон библейский остается неизменным. И это величайшее свидетельство того, что мы распознаем здесь великое слово самого Бога. Бог говорит. Ну, вот интересно, здесь апостол обращает внимание, что слово Божье живо, живо и действенно. Ну, прежде всего, оно живо. Что означает, что слово Божье живо? Как вообще текст может быть живым? Это же просто буква. Но на самом деле эта буква не есть только буква. Библейский текст отличается от многих других текстов, которые написаны в великом множестве. Человечество наплодило огромное количество книг, невообразимое количество книг. Но библейский текст отличается как раз тем, что он живой. Что это означает? Это означает, что это текст, с которым можно говорить. Живой, когда я говорю о человеке, что он живой, и личность, то я подразумеваю, что я могу что-то сказать и что-то услышать. Я могу спорить, могу дискутировать, могу как-то объясняться с живым человеком. Просто с буквой объясняться невозможно. Но библейский текст как раз не просто буква. Как раз библейский текст живой. И мы часто очень спорим с этим текстом, не соглашаемся с этим текстом. Или наоборот, с радостью принимаем какую-то часть этого текста. Ну, например, Библия заявляет, всякая неправда есть грех. Вроде бы ясное заявление. Но как мы спорим с этим заявлением? Мы внутренне, конечно, согласны. Ну да, конечно, всякая неправда есть грех. Но мы начинаем находить различные оправдания для себя. Мы говорим, пытаясь объяснить этому библейскому тексту. Ну да, конечно, всякая неправда грех. Но вот в этих обстоятельствах я не мог иначе поступить. Ну, обстоятельства вот так вот сложились. Да, всякая неправда есть грех. Но если ради высокой цели, ну какой же это грех? Я же ради Бога могу это сделать, какую-то неправду. То есть мы начинаем искать объяснение. То есть мы спорим фактически с текстом. И это же не единственный пример. Не мстите за себя возлюбленные. Дайте место гневу Божьему. Он отмстит. Бог говорит, мне отмщение, я вас дам. Ну, как трудно согласиться с этим текстом. Мы же дискутируем с ним и говорим, нет, Господи, я не знаю, когда ты воздашь. А вот сейчас я должен так сказать, так ответить этому человеку, чтобы он почувствовал, чтобы он понял хорошо. На место его поставить. А то же иначе как же? Зло разрастется. И начинаем мы беседовать с текстом. Текст говорит о том, что очень скоро пришествие Иисуса Христа. Ну и никто не спорит вроде бы, да, действительно скоро пришествие Христа. Но не очень скоро. Вот еще должно вот то совершиться и другое должно быть. И там и храм построен должен быть. Может быть еще на все языки надо перевести Евангелие. Вот тогда только Христос придет. То есть еще не совсем скоро мы объясняемся с текстом, мы его пытаемся интерпретировать, и он становится для нас действительно живой текст. Иногда Бог говорит через этот текст и говорит очень громко, очень настойчиво. Идешь по улице, и вот какой-то текст звучит в голове, в сердце звучит текст. Вот он повторяется. И как молот иногда звучит этот текст. И не понимаешь, почему это происходит. А потому что текст, который мы с вами имеем, это не мертвая буква. Это сам Иисус Христос. Он назван Словом Божьим. И он жив. И он говорит. И он продолжает беседовать с нами. А иногда он замолкает. Как настоящий живой человек. Живой не только говорит, живой и молчит иногда. Хочешь, чтобы слово что-то сказало тебе, а Бог молчит и не говорит через слово. И вроде бы читаешь этот текст, а не звучит он для меня лично в этот момент. Может быть, Бог ждет, чтобы я сделал какой-то шаг. Может быть, Он хочет, чтобы я произвел что-то в себе, какие-то изменения. И тогда Он снова начнет говорить. Потому что Он уже, может быть, много раз говорил мне что-то, а я не слышал, и не слышал, и снова не слышал. И тогда Бог замолкает. Потому что это живой разговор. Вот это, собственно, и означает, что Слово Божие для нас живое слово. А не просто инструкция. Инструкцию легко обмануть. Можно навсегда найти способ, как обойти инструкцию, если это просто написано точно, что надо делать, а чего не надо делать. Но Библия, библейский текст – это не инструкция. Особенно Новый Завет – это совсем не инструкция. Здесь нет перечня действий, которые надо совершать. Некоторые хотели бы, или, может быть, человек ожидает, чтобы в Библии было все точно прописано, что ему можно делать, что нельзя делать. А Библия дает только принципы, она дает направление, и дальше дает Дух Святой, который живой, оживляет текст и направляет меня, как самый настоящий учитель. И в этом смысле как раз Библия жива. Она производит вот это живое общение, что-то приказывает, что-то передает, раскрывает Бога. Я могу знать о Боге через это слово. То есть это то, что, собственно, делает живая личность. Это слово не только живо. Написано, что оно действенно, это слово. То есть оно производит определенное действие. И в первую очередь здесь апостол подчеркивает очень интересное действие. Оно острее, это слово, всякого меча обоюдоострого. То есть можно современным языком, как бы сказать, оно острее всякого скальпеля медицинского. Оно проникает до разделения души и духа, состава ее мозгов. То есть оно проникает в самую глубину и производит разделение. О каком вообще разделении речь идет? Зачем производить разделение? Оказывается, слово Божье рассказывает о человеке, что он, хотя и целостный как таковой, то есть я – это я. Я – это просто личность. Но эта личность всегда состоит из очень многих компонентов. Во мне очень много всего. И в теле моем много частей есть, и членов. И не только в теле. Оказывается, в человеке есть еще и душа, и дух. И вот эти все части человеческого естества, они находятся в каком-то взаимодействии между собой. И вот если читать Священное Писание, то станет ясна картина, что обычный человек, который приходит в этот мир, рожденный от Адама человек, он появляется так, что в нем душа и дух как бы сплелись вместе. Я иногда употребляю такое слово – они как бы слиплись вместе. Это произошло еще очень давно в Эдемском саду, когда Адам, который был трехсоставный – дух, душа и тело, когда Адам в тот день, когда вкусил от запретного плода, умер. И умер как раз дух его. То есть не в том смысле умер, что исчез, а в том смысле, что он перестал действовать, он погрузился в душу. И вот теперь люди рождаются, и у них нет ясного понимания, где дух, где душа. Потому что все это какой-то единый клубок. И люди часто называют духовным то, что мы с точки зрения Писания называем душевным. Говорят, что я живу духовной жизнью, посещаю концерты, хожу в театр. У меня очень интенсивная духовная жизнь. Хотя на самом деле это не духовная жизнь, это интеллектуальная жизнь, это эмоциональная жизнь. Если человек посещает выставки, если он пишет стихи, это еще не значит, что он живет духовной жизнью. Но нет различия. И, собственно, даже в Ветхом Завете мы постоянно видим, как дух и душа употребляются как взаимозаменяемые синонимы. В одном случае дух упоминается, в другом случае душа. И различия особого нет, потому что на самом деле у человека невозрожденного дух и душа вместе соединены и не разделены. Но тогда, когда человек слышит Слово Божье от Иисуса Христа, когда человек сегодня, вот в наше время, воспринимает Иисуса Христа, когда он открывает свое сердце, свой разум Иисусу, то тогда это слово начинает разделять, отделять, где дух, а где душа, где душевные проявления, а где духовные проявления. Вот тогда только человек приводит свой внутренний мир в порядок, в гармонию. Сейчас, образно говоря, когда человек еще не знает Бога, он находится в таком положении, когда у него внутри, ну, просите за такое грубое слово, наверное, как свалка какая-то. Там все перемешано, нет ясности, что хорошо, что плохо, нет ясности, что можно, что нельзя, где высшие критерии. Ну, вот сегодня мне нравится это, значит, это хорошо, а завтра мне другое нравится, значит, это уже хорошо, а то плохо. Просто воспитание часто проходят, и все принципы, которые человек, может быть, с детства считал хорошим и плохим, со временем меняются, и фактически у человека нет ясного понятия о критериях, нет ясного понятия о душе и духе, потому что сплелось все это вместе. Но Слово Божие дает такое действие, когда разделяет и все ставит на свои места, и показывает, что действительно хорошо, что имеет высший духовный смысл, что должен делать человек, и это не зависит от человека, не зависит от воспитания, от общества, от культурной традиции. Это Бог сказал, вот так надо, так не надо, так хорошо, так плохо, вот так поступайте, а так не поступайте. И это ясность, которая может прийти только от Слова Божьего, когда оно отделит хорошее от плохого. Эта ясность приходит тогда, когда человек разделяет внутри себя душевное и духовное, когда дух его воскресает и становится живым и действенным. И тогда человек снова становится трехсоставным человеком с активными действующими тремя составными частями, частями. И дух его живой и действенный общается с Богом. Душа его понимает, как надо жить и поступать. И тело начинает повиноваться, и плоть его начинает повиноваться человеку. То есть появляется гармония. Если у невозрожденного человека плоть часто диктует душе, что делать, а душа просто подчиняется, то у возрожденного человека снова возникает та идеальная гармония, которая была некогда в Эдеме, когда духу может управлять душой, душа может что-то командовать телом своим, и человек становится уже полноценной, целостной личностью только в этом случае. Конечно, это не все так идеально становится, тогда, когда человек только принял Слово Божие, когда возродился дух. Это еще не значит, что он уже вырос, стал зрелым и способен действительно управлять человеком. Это еще длинный путь проходит человек во время своей земной жизни, пока он, наконец, научится управлять своей плотью, когда дух действительно займет главное господствующее место в человеке. Но начало этому пути начинается тогда, когда Слово Божие проникает в человека и начинает действовать, разделять все то, что раньше было каким-то единым, непонятным и неясным. Оно проникает очень глубоко, оно действует. Но вот интересно, что действует оно только тогда, когда мы слушаем это Слово, когда мы открываем свое сердце, уши открываем и сердце для того, чтобы услышать это Слово. Если человек закрывается от Бога, если он не хочет слышать Слово, то Слово и не действует. И оно объективно живое, оно объективно может разделить вот все то, что накопилось в человеке, отделить хорошее от плохого, лучшее от ненужного. Но если человек закрылся, то никакого действия не происходит. Поэтому Священное Писание как раз и призывает, и если мы прочитаем весь контекст того повествования, о котором мы сейчас говорим, здесь рассказывается о евреях, которым было возвещено Слово, которое знали это Слово, но не все вошли в покой. И апостол Павел как раз и пишет, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорство, ибо Слово Божие живо и действенно. Он связывает поведение человека, его покорность Слову и непокорность Слову связывает с действием этого Слова. И дальше он говорит, что Слово Божие проникает, судит, и нет твари сокровенной от Него, все обнажено перед Ним. Вот здесь уже мы прикасаемся к другой грани действия Слова Божия. Если до сих пор я говорил о том, что Слово Божие оживляет, Слово Божие способно изменить человека, восстановить его, снова сделать его гармоничной личностью в глазах Бога, в глазах людей и в глазах, собственно, собственных человека, то есть и другая сторона действия Слова Божия. Сам Христос говорил, что будет судить вас Слово, которое я говорю в последний день. И вот здесь апостол Павел как бы повторяет эту же мысль и говорит, что Слово судит помышления, намерения сердечные, нет твари сокровенной, ему дадим отчет. То есть ничто от Него не скроется. Тварь – это вообще любое творение. Все, что сотворено, обязательно предстанет перед этим Словом. И если мы не воспринимали это Слово как оживляющее, если мы не воспользовались Его действием, которое способно принести жизнь, то окажется, что оно начнет действовать. Вторая грань появляется, вот этот обоюдоострый меч. Одна сторона этого меча дает жизнь, другая сторона этого меча несет окончательную смерть. Это тоже истина, которую Священное Писание не скрывает, но говорит о том, что наступит время, когда Слово Божье будет судить этот мир. И те, которые не приняли это Слово как Слово жизни, окажутся осужденными. И не потому, что Бог злой хочет наказать их. Они сами фактически осудили себя тем, что не воспользовались шансом спасения. В этом, собственно, главный суд, который ожидает. И написано, что это суд, который будет всеобщим. Вся тварь, все творение, все то, что сотворено Богом, предстанет на этот суд. И духовный мир, и мир материальный, и все творение, которое было только создано, оно все должно пройти перед глазами Слова Божьего. Поэтому сегодня, пока мы можем возвещать их, пока мы знаем, что действует оживляющая часть Слова Божьего, когда Слово Божие предлагает жизнь. Сегодня надо воспользоваться этой прекрасной возможностью. Сегодня то время, когда Словом Божьему надо открыть свое сердце для того, чтобы оно живое и действенное начало изменять человека. И дал бы Господь, чтобы все мы, присутствующие здесь, всегда открывали сердце для Слова Божьего, чтобы мы научились беседовать с этим Словом. Не просто держать это Слово где-то на полке, закрытое, а чтобы оно действительно говорило нам, и чтобы мы слышали Его голос и принимали все то, что Слово Божие говорит. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни, в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.